МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане обнаружили нарколабораторию в частном доме, расположенном в одной из деревень Калязинского района. При обысках изъято три пакета с производным N-метилэфедрона общей массой более 29 килограммов. Также найдены различные емкости с остатками наркотических средств и лабораторное оборудование. Выяснилось, что этот дом приобрели жители Ленинградской и Тюменской областей специально для незаконного производства наркотиков. Изготовленные вещества они планировали сбывать бесконтактным способом через тайники и закладки. Полицейские установили местонахождение обоих мужчин и задержали их. Следователем следственного отдела межмуниципального отдела Кашинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 228 Уголовного кодекса. В настоящее время подозреваемым избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Утром 23 ноября у дома номер 49 по второй Красина в результате столкновения Ниссана и Тойоты пострадали три человека. Женщина, 84-го года рождения, водитель Ниссана. Ребенок 2006-го года рождения, пассажир Ниссана и женщина 96-го года рождения, водитель Тойоты. Все пострадавшие доставлены в больницу. В Калязинском районе области в ДТП погиб человек. Столкнулись Hyundai Sonata и Gazelle. Водитель Hyundai, мужчина 88-го года рождения, не справился с управлением и вывел машину навстречу. Погибла пассажирка Hyundai. Пострадали водители столкнувшихся машин. Оба были трезвы. И еще одна авария с пострадавшими на 122-м километре автодороги М-10. В так называемом заднем варианте встретились Gazelle и грузовая Scania. Пострадал водитель Gazelle. Он доставлен в больницу. Грузовая 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 Г